Анастасия Кассе Анастасия Кассе Анастасия Кассе Анастасия Кассе У меня вот хорошо получается, я люблю это дело. Я не могу это не делать. Вот осенило, пришло, и я знаю, что я не усну. Я встаю, иду и делаю. Сегодня пошив платьев Настя доверяет своим пчёлкам. Так она называет девушек, которые ей помогают. В то время как сама больше занята развитием недавно открывшегося шоурума. Даже, если честно, не помню, когда сшила первое боди, и почему вообще я его сшила. Наверное, это было как-то связано с танцами. Её коллекции напоминают то прохладный майский день, когда сирень уже расцвела, а солнце ещё не греет в полную силу. То тайные желания строптивых красоток, то ванильные грёзы молодых мамочек. Они словно отражения самого дизайнера, необычные, элегантные, с изюминкой. Это долго я мучилась. Ну, сами понимаете, покупалась ткань, вырезались кружочки, потом вот бусинки, всё это как-то нашивалось, расшивалось. Очень люблю это платье, оно такое игривое очень. Зефирное, наверное, даже. Я каждое люблю. И каждое создавалось, исходя из моих каких-то переживаний до тот момент, эмоций. Если я какая-то спокойная, и у меня всё хорошо в жизни, я вот какие-то такие лаконичные вещи, ткань я подбираю такую сдержанную. Если у меня буря эмоций, шквал просто, я делаю что-то вообще безумное. Анастасия и сама не похожа на большинство современных модельеров, не в меру амбициозных и капризных. Она скорее из тех, кто упорно идёт к цели, подстраиваясь под обстоятельства. Три года назад Настя стала мамой и теперь всё чаще замечает, что мягких, струящихся силуэтов в её коллекциях становится только больше. Девочка-подросток, наверное, я была. Хоть мне и было, там, 21 уже, но всё равно я как-то какие-то джинсы, какие-то там штаны непонятные, большого размера. Небольшой, но вызов. Да, то есть, конечно же, это были какие-то яркие ткани безумные, сейчас я бы точно это не носила. Коко Шанель когда-то сказала, мода проходит, стиль остаётся. Коротко и ёмко. Бывает то, в чём ещё вчера ходил весь город, завтра считается вызывающим. Бывает, что пересматриваю фотографии своих вещей и прям говорю себе, говорит, я сделала. Она понимает, диктует моду в первую очередь именно настроение социума, его мечты, идеалы и желания в конкретный период времени. Помните, какой успех имел модный дом Кристиана Диора после войны? Потому что общество изголодалось по красоте и женственности. У марки Кассе тоже определился свой круг покупательниц. Они очень трудолюбивые, они работают, у них есть автомобиль, большинство из них уже мамы. Сама Анастасия из тех, кто знает, что любое платье ждёт своего случая. А в повседневности можно предпочесть шпилькам удобные стильные кеды. Просто я такая. Допустим, если я гуляю с сыном, то это, конечно же, кроссовки, какие-нибудь спортивные штаны, либо джинсы, шапку на голову и тёплый пуховик. У меня вообще простые вещи, и я вообще очень обычный человек. Который смело признаётся, самое любимое занятие вовсе не хендмейт, а хорошо покушать. По мне не скажешь, да. Но я действительно очень люблю готовить. Во-первых, меня это очень отвлекает, успокаивает. Может, я гурман даже, можно сказать. Я люблю есть, да. Я точно верю в то, что все люди, которые встречаются на нашем жизненном пути, они неспроста нам даются. В этом я прям железно уверена. Сама Анастасия переменчива, как любая творческая личность, рациональна, как молодая мама, и фантазёрка, как настоящая женщина. Иначе не постичь интерпретацию человеческого «я», её величества моду, чтобы легко перенести идею с листа бумаги в трёхмерное пространство. Всё зависит от настроения. Иногда, мне кажется, я невыносима. Я прям саму себя не люблю. Это в кино профессия модельера сплошной гламур и блеск. В жизни всё банально, по крайней мере, в её. Ранний подъём, зарядка, завтрак, садик и только успевай крутиться. Анастасия не шьёт сложные вещи для подиумов, наряды косе для таких же, как она сама – элегантных, современных, самостоятельных женщин, которые не привыкли пасовать перед трудностями. Я думаю, во многих семьях раньше шили сами себе одежды, потому что всё было труднодоступно. И мама моя шила, и прабабушка моя шила. У меня даже сохранилась её старая швейная машинка. И когда была война, что они от немцев, она её в навозе, что ли, прятала. То есть мне мама рассказывала такую историю, да. Трудно поверить, но в детстве эта глазастая жизнерадостная девчушка считала себя гадким утёнком и мечтала однажды превратиться в прекрасного лебедя. Конечно, звездой телеэкрана. А то певицей я хотела стать. На утренниках у нас там танец снежинки. Я всегда тянула руку и очень просила, чтобы меня тоже взяли. Она вообще из той породы женщин, для которых мечты и цели почти одно и то же. Не превращая одежду в культ, Настя научилась ценить достоинства стиля ещё со школьной скамьи. Покупалась Барби, они все были. Сейчас у них тысяча названий. И она была вообще как зенец Ока. Когда Кена купили, это вообще всё. Это новый уровень. Ну, во-первых, вот эта форма. Я помню, как она висела на двери. Я всю ночь не спала, ждала, когда я её одену. Мама меня накрутила, знаете, такие были не бигуди, тряпочки, что ли, они назывались. Наверное, даже её клиентке сразу не скажут, какая косе на самом деле. И дело тут не в скрытности или имидже. Она вовсе не прячет эмоции за графикой принтов и пластикой тканей. Красота и мода, знаете ли, тяжкий труд, который отнимает уйму силы времени. И маленький Ваня, увы, понимает это куда лучше взрослых, пока до вечера ждёт маму в детском садике. Мне нужно было быть и мамой, и папой. То есть, если бы у меня было плечо вот это самое, я была бы более мягкой. Я бы как бы любила, любила, любила. А в моей ситуации я не могу его залюбить. Я перед ним всегда извиняюсь. Я ему всегда говорю, что я его очень сильно люблю и надеюсь, что он понимает меня, хоть он и маленький. Он точно живчик, как я. Он очень улыбчивый. Меня это очень радует. То есть, он всех всегда любит. Он всем улыбается. Рождение сына было первым сильным стимулом к самостоятельному плаванию. Но, вопреки многим ожиданиям, её сегодняшние цели, по крайней мере, ближайшие, с высокой модой как раз не связаны. Если честно, мне очень хочется родить дочку. То есть, вот такой неожиданный поворот. А дальше можно приступить к следующему эксперименту. Дизайнерской одежде для детей. Будет целых 9 месяцев для подготовки, улыбается Настя. И нет сомнений, что у неё всё получится. Как бы ни казалось, со стороны она трудяга, а вовсе не мажорная девица, привыкшая получать дорогие презенты от поклонников. Таких и пары не вспомнить. Наверное, нет, раз так сразу не могу вспомнить. Вот печаль-то, а! Самое было удивительное и приятное, когда я очень хотела черепаху. Я вообще люблю животных. И папа подарил мне черепаху, она до сих пор жива. Её имидж неприступной снежной королевы скорее на совести журналистов. Копнёшь глубже, от ледяной расчётливости нет и следа. И у неё совсем нет времени и желания доказывать обратное посторонним. Я собрала вокруг себя вот самых добрюков. Если я вижу, что человек хороший, и я могу ему чем-то помочь, я ему обязательно помогу. На ближайшие года полтора её планы расписаны. Что будет потом, она подумает позже. Когда придётся кроить модные платьица своей маленькой дочке. И мы от всей души желаем Анастасии Косе успехов в любых её начинаниях. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова